Когда мы слышим о пандемии, которая парализовала весь мир, мы с вами наблюдаем за статистикой. Мы поражены тем, какое количество людей по всему миру оказалось зараженными. Но более всего нас тревожат цифры, которые свидетельствуют о том, сколько людей ежедневно умирают от этого заболевания. И, конечно же, мы не можем быть безразличны. Наше сердце встревожено всем этим. И каждый из нас тем или иным образом связан с этими событиями в мире. Кто-то потерял работу, кто-то лишился достатка, кто-то сегодня переживает о своих близких, о своих родных и думает, как уберечь их тоже от этого заболевания. Потому что мы не хотим, чтобы никто из тех, кого мы знаем в особенности, ушел из жизни. Потому что смерть страшна. Смерть, которая связана с этой инфекцией, инфекция, которая распространилась по всему миру, задает нам вопрос. Есть ли защита от смерти? И если, может быть, не от смерти здесь на земле, есть ли защита от смерти вечной? Я должен вам сказать, что и я, и наша семья оказались в близком соприкосновении с теми людьми, которым приходится быть в больницах, быть в клиниках. Моя сестра-врач, ей приходится быть в больницах, куда привозят больных, которые заражены этим заболеванием, этой инфекцией. Мой зять, также, приехав недавно к нам в гости, рассказывал мне о том, что другой врач, с которым он работает в одной и той же больнице, в одном и том же отделении, его также, когда на нем провели тестирование, он оказался заражен этим заболеванием. Естественно, мы переживали об этом. Мы волнуемся об этом. Мы не хотим, чтобы никто из наших близких оказался подвержен этому заболеванию. Все это привнесло эту боль в наши дома. Мы задумались о том, как никогда раньше, что такое смерть, как нам устоять перед страхом смерти. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами обратили внимание на три урока этой темы. Первый урок говорит о том, что смерть нам противоестественна. Она противоестественна, потому что человек рожден для жизни. Бог дал нам жизнь. Мы рождены в этот мир для того, чтобы жить. Об этом свидетельствует священное Писание. Свидетельствует ясно. Свидетельствует открыто. И поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с таким понятием, как смерть, оно звучит, как пугающее понятие. Как реальность, которую мы не хотим допустить ни в своей жизни, ни в жизни наших родных, ни в жизни наших близких. Но смерть сегодня вошла в этот мир. И как никогда раньше мы стремимся защитить себя. Кто-то надевает маски, кто-то боится выйти из дома. И не просто боится, а даже если и хочет выйти из дома, то сталкивается с этими социальными ограничениями, государственными запретами для того, чтобы остановить распространение этой эпидемии, этого вируса. Итак, смерть, как мы видим, становится нашим врагом. Послушайте, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 26 стихе. Он говорит о Христе, о силе Христовой, и говорит, что в конце концов последний враг наш истребится. И когда он говорит о враге этом, который истребится, он говорит ни о чем ином, как о смерти. Действительно, если мы с вами наслаждаемся жизнью, если мы ценим свою жизнь, мы не хотим утратить эту жизнь. Мы хотим, чтобы жизнь продолжалась, чтобы мы могли дышать, чтобы мы могли наслаждаться окружающей нас природой, чтобы мы могли трудиться, чтобы мы могли помогать нашим детям, нашим семьям, чтобы мы могли творить что-то доброе. Но проходит время, проходят годы, и мы видим, как ослабевают наши силы, как мы замечаем морщинки на своем лице, на своем теле, и мы уже не чувствуем в себе той силы, что была раньше. И тогда мы начинаем понимать, смерть приближается. А если смерть приближается, то она лишит нас возможности быть с нашими близкими и родными. Она лишит нас возможности творить, трудиться, любить. И в результате всего этого мы испытываем страх. И страх этот держит нас в тисках. Мы не любим приходить на кладбище, потому что именно на кладбищах мы начинаем осознавать, как нигде, страх перед смертью. И этот страх нас парализует. Мы не хотим уйти из этой жизни, а тем более потерять кого-то из близких своих. Как служителю церкви мне приходится часто совершать похоронные служения. Такова уже участь нас, служителей Божьих, проводить человека в последний путь. Часто приходится видеть слезы. Приходится сталкиваться с болью. И нельзя сказать, что когда люди теряют близкого человека, который уже в пожилом возрасте, что они это воспринимают легче. Я вижу и там слезы. Я вижу и там переживания и скорбь. Но, конечно же, наиболее трогательно, тяжело, трагично присутствовать на похоронном служении, когда хоронят кого-то молодого. Вот тогда, как никогда, мы начинаем ощущать и понимать, что смерть – это наш враг, что смерть противоестественна нашему существу. Я помню, когда мне позвонили родители. Родители девушки, которая сознательно ушла из жизни, покончила с собой. Я помню, с какой болью, с каким старанием сдержать слезы отец говорил со мной по телефону, прося о том, чтобы я был там и проводил их дочь в последний путь. Я помню хорошо этот момент у могилы. Было очень мало людей. Практически не было никого, кроме родителей и одной из подруг этой девушки. Мы стояли, открыли Слово Божие. Я начал читать о том, что Господь возлюбил каждого из нас. Но мои слова и даже слова из Слова Божия, из Священного Писания, когда я читал их, прерывались криками матери и криками и восклицаниями ее молодой подруги, которые не могли смириться с мыслью о том, что это конец, что больше уже нет в жизни этой молодой девушки. Я стоял перед этой могилой, я смотрел на этот гроб, я смотрел на родителей стоящих тут и понимал, среди нас враг. Смерть это враг. Смерть противоестественна нашей жизни, потому что мы с вами Божие творения. Если мы с вами Божие творения, смерть вносит разделение. Смерть вносит разделение в семьи наши, уносит из нашей жизни отца или мать, сына или дочь. И, конечно же, эта боль страшная боль. Но когда я думаю о вселенской борьбе, о том, как смерть через одного человека, согрешившего, как свидетельствует нам Священное Писание, вошла в этот мир, сам Христос должен был своей смертью на Голговском кресте пережить разделение со своим Небесным Отцом. Вы помните, как в Евангелии от Матфея 27 главе 46 стихе Христос, находясь на Голговском кресте, страдает под бременем физической боли, страдает, испытав отвержение, страдает от того, что от него отвернулись самые близкие для него друзья, но тем не менее самая большая боль, которую он испытывает, это боль разделения со своим Небесным Отцом. И именно в последние минуты жизни, перед тем, как он испытывает последнее дыхание, он восклицает к Отцу Своему и говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? в этом мрак смерти, в этом сила смерти царствующей в нашей жизни. Христос должен был испытать эту боль разделения, это проклятие смерти, и сила этого проклятия проявилась именно в том, что он испытал разделение со Своим Отцом. сегодня, когда сотни, десятки, десятки тысяч людей умирают от инфекции коронавируса, мы с вами начинаем понимать, насколько трагично, насколько сильна эта боль разделения. Смерть это наш враг. Мне бы хотелось при этом, чтобы мы с вами и увидели и второй урок нашей сегодняшней темы. Второй урок, который несет в себе обнадеживающую весть, несет в себе ободрение для нас. Урок второй. Бог превозмогает смерть. Смерть, которая, кажется, царствует в этом мире. Смерть, которая, сильна. Посмотрите, как опять же апостол Павел в послании к евреям во второй главе 14 стихе, теперь говорит о Христе, о Христе, который, придя в этот мир, должен положить конец владычеству смерти, чтобы уже больше матери не плакали о своих детях, чтобы больше уже супруги не страдали, будучи разделенные смертью, Христос должен был уподобиться каждому из нас. В евреям второй главе 14 стихе Павел говорит, он, то есть Христос, подобно им, или перефразируем и скажем, подобно нам, человеком из плоти и крови должен был стать, он должен был уподобиться, он должен был принять мою плоть, мою кровь для того, чтобы смертью одолеть того, кто имеет власть над нею, над этой смертью, потому что именно через дьявола, врага Божьего, пришла смерть в этот мир. Для того, чтобы победить эту смерть, Христос сам должен был уподобиться мне, уподобиться вам, для того, чтобы, когда мы страдаем в этой смерти, или будучи порабощены страхом этой смерти, мы были уверены в том, Христос знает, как я чувствую, Христос знает мою боль, Он понимает все мое существо и все мои страдания, и поэтому для того, чтобы освободить нас от этого бремени, страха и смерти, Христос Своею смертью должен был победить дьявола, который до того держал в своих руках ключи смерти. Казалось, Он лишь один властелин смерти, но теперь Христос берет в свои руки это право отнять владычество смерти от дьявола. Теперь только Он один, пережив смерть на Голговском кресте, теперь Он один может даровать мне победу над смертью. Я вижу, как апостол Павел теперь в Римлянам 5 главе он показывает мне, как развиваются эти события, когда Христос на Голгофе занимает мое место, принимает мою смерть. В Римлянам 5 главе я вижу в 12 стихе Павел говорит, посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Таким образом, я вижу эту параллель между грехом и смертью. Мир наш сегодняшний живет во грехе, иными словами, в разделении с Богом. И это и есть проклятие, которое мы навлекли на себя с вами. Это и есть проклятие отвержения Бога. Когда мы отвернулись от Бога и пошли во след врагу Божьему и злу в этом мире, то мы стали подвержены злу. И поэтому и болезни вошли в этот мир, и страдания, и инфекции, и боль. А начало всему этому положено грехом. И поскольку грех этот царствовал в этом мире, то и смерть царствовала. И поэтому Христос должен был пережить эту смерть сам. Для того, чтобы пережив ее, Он обрел право даровать нам победу. Даровать нам ключи к жизни вечной. И если здесь, в этом мире, мы с вами переживаем страдания и страх смерти, то мы можем быть уверенными, что победа Христа на кресте дарует мне сегодня уверенность, что Христос знает, как дать мне победу над смертью вечной. Как ввести меня в эту обитель вечную. В этом сила смертной смертного креста Христова. В этом та победа, которую Он одержал на кресте. Но есть еще один урок, который, я думаю, важно нам сегодня не пропустить. Третий урок нашей сегодняшней темы. Послушайте, урок третий. Христос дарует пробуждение не только от физической смерти, но Христос дарует пробуждение и от духовной смерти. И в этом, я убежден, защита наша от страха порабощения, в котором пытается дьявол держать нас сегодня. Сегодня тысячи и миллионы людей живут в страхе того, что они лишатся не только жизни здесь на земле, не только они утратят эту жизнь, но и утратят жизнь вечную. Но поэтому Христос, умерев на кресте и Своей смертью, победив смерть, победив эту земную смерть, Он дарует мне сегодня уверенность в том, что Он может пробудить меня от смерти духовной. Когда мы с вами живем во грехе, мы живем в состоянии мрака. Мы живем и пребываем в царстве врага с вами. Но Христос в Евангелии от Иоанна в 5 главе 24 стихе дает мне заверение и говорит, послушайте, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Он говорит не просто, что мы обретем жизнь вечную, а он говорит, мы имеем жизнь вечную. Мы имеем эту жизнь вечную, когда слышим слово Божие. Слово Божие звучащее со креста Голговского, когда Христос заверяет нам, что совершилось, теперь в его руках победа над смертью. Послушайте, вновь евреям во 2 главе в 15 стихе Павел говорит, он умер на кресте. Для чего? Для какой цели? Для того, чтобы освободить тех, кто всю свою жизнь из-за страха смерти пребывал в рабстве. Обратите внимание, он показывает, что этот страх, в котором дьявол пытается нас держать, это есть не что иное, как рабство. Рабство, когда у нас нет веры воскресения Христова. Рабство, когда мы живем в безверии, когда мы не смотрим на крест Христов, с которого Христос восходит победителем. Именно крест Христов и его воскресение после смерти является для нас сегодня свидетельством силы, которая есть только у Христа. Мы благодарны всем врачам, мы благодарны всем медикам, мы благодарны своим родным и близким, которые трудятся в больницах, которые помогают и спасают от этой проказы мир наш. Но реальная сила находится лишь в руках Христовых. Послушайте, как Петр в 1 Петра 1 главе 3 стихе он говорит прославлен да будет Бог, он говорит, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему он должен быть прославлен? Потому что по великой своей милости через воскресение Иисуса Христа из мертвых вернул он и нас с вами к жизни. Не просто к жизни вечной, не просто к жизни здесь на земле, но к тому драгоценному дару жизни, который невозможно найти нигде, как только смотря на Христа, который победоносно выходит из своей гробницы. Христос выходит силою Божию, победив смерть. Он выходит как победитель и как заверение для всех нас. Инфекции есть и будут в этом мире. Раковые заболевания есть и будут, но Христос, когда Он выходит силою Божьей из гробницы, это есть не что иное, как победа над гробницею смерти. Камень отвален, стражники бегут прочь, потому что они видят сияние славы Христовой. Христос воскресший есть победитель, Христос выходящий из могилы есть побеждающий смерть и становящийся для нас с вами гарантом того, что мы тоже с вами можем обрести эту жизнь уже сейчас. Поэтому Петр говорит, не надо жить в этом страхе нам с вами. И Павел заверяет также в послании к евреям, он говорит, вы до этого жили в страхе, в порабощении жили, а теперь победою Христовой, когда Он вышел из могилы, Он дарует нам с вами заверение силы, которая есть только у Него и ни у кого иного. Посмотрите, как в Евангелии от Матфея, 27 главе, мы видим, как даже в тот момент, когда Христос умирает на кресте, как из гробов выходят святые. Таким образом, сама смерть Христа и Его воскресение стали для нас символом, уверенностью, гарантией, что те, которые умирают во Христе, обретают жизнь, обретают жизнь вечную, обретают эту жизнь уже сейчас и сегодня, независимо от возраста. В первом послании Петра, первой главе, в стихах третьем и четвертом, Петр говорит, что эта слава Христова явилась в том, что Он проявил к нам милость Свою и в этой милости возродил нас воскресением Иисуса Христа. Таким образом, воскресение Иисуса Христа, оно поднимает нас к новой жизни. Он называет это надеждой. Он говорит, эту надежду он дает нам как надежду живую. И эту живую надежду на то, что мы выйдем с вами победителями в этой жизни, что никакие трудности, никакие вирусы, никакие болезни не смогут удержать нас с вами в тисках смерти, как Христос вышел из могилы победителем так и мы с вами сможем выйти с силою Христовой к новой жизни. И, конечно же, я думаю об Лазаре, о друге Христовом, когда Христос подошел к его могиле, когда Христос, видя страдания и боль тех людей, которые были вокруг него, громким голосом возгласил, говоря, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит, выходит победителем, как свидетельством того, что Христос воскресший может и нам с вами даровать это же самое пробуждение и воскресение. И поэтому Петр и говорит в первом послании Петра первой главе третьем стихе, он говорит, это наше с вами наследие. То наследие, которое по милости Божьей он вписал в это завещание для нас. И какое это наследие? Наследие это, во-первых, нетленное. Не будет оно утрачено, не будет оно потеряно, оно хранится в этом святом месте в сердце Божьем, где наше имя вписано, где ваше имя и мое имя вписано, как наследников этой надежды. И не просто оно нетленное это наследие, но оно еще и чистое, потому что грех ведет к смерти. Именно грех привел к смерти Христовой на кресте Голговском, а чистота наследия дарует нам жизнь. И он говорит, оно неувидаемое наследие, и хранится оно с вами, оно хранится для нас на небесах, там, где Христос ожидает того момента, когда Он снова сможет быть с нами. Смерть разделяет. Любовь Божия, воскресение Христова, оно соединяет нас вместе. Я недавно читал историю в новостях о том, как супружеская пара, прожившая 53 года вместе, оказалась зараженными этим вирусом. Они понимали, что уже надежды у них остается очень мало, но они жили все это время в любви, все эти годы, и даже оказавшись в больнице, они попросили, чтобы им быть в одной и той же палате. Их кровати стояли рядышком, и когда они уже были очень слабы, они лежали и держали друг друга за руки, чтобы чувствовать дыхание друг друга, чтобы в их даже смерти проявилась сила любви. Именно об этом вы помните, Павел говорит в Римлянам восьмой главе, он говорит, ни жизнь, ни смерть не могут отлучить нас от любви Божьей. Так и эти супруги, зараженные этим вирусом, уходя из этой временной жизни, в предвкушении жизни вечной, явились свидетельства любви, любви великой, насколько больше любовь Божия, любовь Христова, когда он вышел победителем, и выйдя победителем, сегодня он дарует и нам с вами эту же самую победу. Не надо жить в страхе, не надо жить в порабощении, сегодня мы сможем с уверенностью смотреть на Христа выходящего из гробницы и говорящего «Я даю эту жизнь вам, эта новая жизнь, ваше достояние теперь». Я хочу пригласить Джейми Джорджа для того, чтобы в заключении нашей сегодняшней темы он исполнил это духовное произведение и исполняя его, я надеюсь, каждый из нас почувствует присутствие Божьей любви среди нас в нашем сердце, в наших домах, в наших семьях. Пусть любовь Божия звучит в этих нотах через исполнение этого произведения. Божьей на берегу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, я приглашаю вас к молитве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просим о тех, которые живут во грехе сегодня, дару им победу, потому что ты, Господи, выходящий из гробницы, ты наше заверение в том, что в тебе наше спасение, в тебе наша защита, в тебе наша уверенность. Я, Господи, молюсь сегодня о болеющих, о страдающих, о тех, которые лишились своих близких и родных, которые ушли из жизни в результате этого вируса или других заболеваний. Господи, помоги им найти утешение в тебе, обрести уверенность в тебе, надежду живую в тебе, Господи. Все это просим во имя Иисуса Христа, Победителя. Аминь. То, что мы с вами изучали в этой теме сегодняшней, это лишь только начало более глубокого изучения Священного Писания. И поэтому я побуждаю вас, приглашаю вас к тому, чтобы вам подписаться на изучение Священного Писания, где мы сможем с вами изучить истины глубже, где сможем открыть для себя величину Божьей любви. Как это сделать? Информация перед вами сейчас на экране. Вы можете присылать сообщения, вы можете позвонить и заказать для себя эти уроки. Они доступны для каждого. Не упустите для себя эту возможность изучать вместе уроки под общим названием «Верую». Мы завершили с вами сегодняшнюю тему, но это еще не конец. Мне бы хотелось, чтобы мы продолжили этот разговор. Я убежден, что у вас есть вопросы. Я и до начала этой программы уже получал много вопросов от вас. Поэтому сразу по окончанию, может быть, через буквально несколько минут мы сможем продолжить этот живой диалог, живое общение, также в прямом эфире через социальные сети. Пожалуйста, обратите внимание, на экране перед вами сейчас информация о том, как связаться, как отправить вопросы, волнующие вас. А может быть, у вас есть молитвенные просьбы. Это особенная часть нашей программы. Мне бы хотелось, чтобы никто не смущался прислать в молитвенную нужду свою. Даже если вы живете далеко, даже если вы живете на севере или на юге. Пожалуйста, используйте эти возможности поделиться своей молитвенной просьбой. Мы будем молиться вместе. Мы будем молиться о ваших семьях, будем молиться о ваших детях, о вашем выздоровлении, о вашем исцелении. Бог силен, как вы слышали в нашей сегодняшней программе, Он победил смерть. И если Он смог это сделать Сам, Он стал для нас гарантом того, что Он ответит на наши молитвы и здесь. Поэтому и в прямом эфире после этого будем молиться вместе, будем искать ответы. До встречи буквально через 2-3 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok